Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу как настраивать передачу данных из системы PuzzleBot в Google таблице. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращения клиентов из системы PuzzleBot в другие системы. Например, в Google Sheets ввести учет новых обращений клиентов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PuzzleBot. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт PuzzleBot в системе Apex Drive. Укажите название вашего аккаунта, если необходимо, и кликните «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет PuzzleBot. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Переходим в раздел «Интеграции» и добавляем новый адрес для вебхук запросов. После этого вам необходимо сгенерировать тестовые данные путем общения с ботом, который вы подключили в PuzzleBot. В данном случае я подключила бот Telegram, поэтому я напишу в него. После того, как вы совершили переписку с ботом, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие, добавить строку. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google Таблиц к системе Апекс Драйв. Дайте свое разрешение Апекс Драйв на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google Таблицы, на которые вы будете передавать данные. После выбора у вас отобразятся колонки Google Таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в нее и выбрать из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». на этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Апекс Драйв. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Апекс Драйв Апекс Драйв Апекс Драйв Реклама Апекс Драйв awan